1 марта 2013 года в России заканчивается бесплатная приватизация жилья. Соответствующий закон начал действовать в 1991 году. И после этого правительство три раза продлевало сроки окончания приватизации. Теперь у желающих стать собственниками жилых помещений и распоряжаться квадратами по своему усмотрению остался месяц для сбора необходимых документов. Подробнее расскажет Эрнест Бавшин. Времени, чтобы осуществить свое желание на приватизацию, совсем не осталось. Договоры, которые будут заключены после 1 марта, регистрационные службы приниматься не будут. А чтобы документ имел юридическую силу, его нужно заключить с управлением муниципального имущества администрации города до 28 февраля. Если мы не заключим договор приватизации 28 числа, договоры с датой позже 1 марта или 1 марта в регистрационной службе приниматься не будут. То есть мы этот вопрос уже с ними обговаривали. То есть граждане, кто вот собирает пакет документов, но какая-то справка или какие-то документы приходят позже, чем 1 число, а мы не можем заключить договор, если отсутствует такой документ, подтверждающий, что человек право использовал или нет. Естественно, мы его заключить уже не можем. Начиная с 1991 года, когда правительство объявило о начале бесплатной приватизации, в нашем городе было заключено почти 11 тысяч договоров о приватизации муниципального жилья, находящегося у граждан в пользовании на основании социального найма. Приватизировать можно только жилые помещения, находящиеся в государственной или в муниципальной собственности. То есть если жилое помещение принадлежит юридическому лицу, то о приватизации не может быть и речи. То есть вот можно приватизировать жилые помещения, которые гражданам предоставлены по договорам столько социального найма. То есть это условия закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. В городе есть люди, проживающие в домах, признанных аварийными или ветхими. Так вот, из этой категории по закону можно стать собственником только ветхого жилья. Аварийную квартиру приватизировать запрещено. Сегодня в среднем к специалистам УМИ ежедневно обращаются порядка 30 граждан. В связи с некоторым увеличением количества желающих приватизировать жилье, здесь пересмотрели график приема документов. Помимо этого, некоторые муравленковцы, взвесив все за и против приватизации, изъявляют желание расприватизировать свое жилье. Сделать это можно также до 1 марта. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города.